Зашла я, друзья, пообедать, перекусить. Сегодня воскресенье, все кафе закрыты. То, что я нашла, это вот такая небольшая кофейня. Здесь, значит, сэндвичи, круассаны и кофе. Напитки тоже фруктовые другие есть. Такое колокольчикное кафе, прям малюсенькое. Здесь вот столики на четверых, на большую компанию. И здесь вот ряд столов такие, по одному можно садиться и поесть. Розетки стоят, зарядные устройства, видите. Это вот окно, кажется, грязное, это рисунок с той стороны. Так, мамсы мне это кофе подали. Вот так вот здесь малый бизнес процветает. Две женщины, одна, не знаю, хозяйка или официантка, вторая там готовит. Получается так. Кофе принесли, а сахар там на входе, столик с сахаром. И салфетки, и вот такие трубочки. Вот что принесли мне. Я заказала сэндвич с яйцом, сыром и хем. Хем это как ветчина. Вот видите, то они кислые. Ну, сейчас попробуем. Они вот так, видите, разрезали его. Вот здесь половинка и вот вторая. Вообще здесь вот у Дани на острове очень много иностранцев. И все кафе, большинство кафе, ресторанов адаптированы вот под такую европейскую, американскую кухню. Гамбургеры, сэндвичи, круассаны. Есть корейские, да, кафе, но очень мало. Вот я сейчас прошла целый квартал. И вот были половина закрыты, половина не то, что я хочу. Ну, сюда зашла перекусить. Ну, попробую, скажу вам, съедобное или нет. Мы с Рошей пришли в наш ресторанчик. Здесь подают говяжьи ребра, суп и... Ты кого? Да, кумак смеет, а? Вот такой вот суп из ребра. Я уже как-то показывала, но мы ели в этом, в другом городке. А то у нас здесь тоже подают такой суп. Сейчас я Роша приготовлю и покажу. Вот посмотрите, друзья, какие ребра. Вот здесь вот в порции два огромных ребра. Я Рошку привела, потому что он ни черта дома не ест то, что мы едим. Он только корейское хочет. Ему обязательно нужен рис, бульон какой-нибудь не горький. Ну, вот этот самый такой подходящий. Очень вкусные здесь ребра. Они немножко, знаете, как будто подвяленные, подкопченные. И вот из них варят суп. Здесь еще кладут лук-порей, беребочки. Это называется те-джу, жужуба-плод. Ну, мы его выкидываем. Такой ведерко дают для костей. И пончаны. Это не горький перец с соевой пастой. Это ледька маринованная. Это капуста белокочанная с соусом ореховым. И это кимчи. Здесь соевый соус и васаби. Сейчас в уши мясо нарежу. Один из любимых ресторанов у нас в городке. Наш любимый ресторанчик. Здесь морепродукты. У нас второй день зима уже. Снег навалил. Лежит, сугробы лежат. И вот сразу здесь оживилось это кафе. Народу полно. Вот там сидят. Сзади сидят. Здесь, значит, подают сашими. Сырая рыба. Ну, корейцы называют ее хе. Из различных пород рыбы, которые пригодны для хе, нарезают прямо тонкими-тонкими пластами эту рыбу. Я покажу потом. И макают различные соусы. И вот так в сыром виде едят. Только вот мы пришли, заказали. Это как обычно салфетки. Чтобы руки вытереть можно было. Палочки здесь вот такие деревянные. Мне кажется, это знаете, с чем связано? С тем, что здесь сырые морепродукты. Они же скользкие. Вот удобнее есть не металлическими, а деревянными. Ложки, потому что подают суп. Обязательно какой-нибудь такой... Жидкость какая-нибудь. Так, здесь у нас закусочки. Я как-то уже снимала в этом ресторане. Но для тех, кто не видел, еще раз. Это вот пончаны. Закуски, которые подают к кастомному блюду бесплатно. Пиво. Это вот просто кусочек отварной тыквы. Тыква отварная. Это соевые бобы. Они такие еще недозрелые. Зелененькие, мягкие. Вы знаете, как у нас зеленый горошек был? В мягком виде таком. Молодом. И вот эти очень интересные ракушки. Тоже показывала я их. Их берут вот так и высасывают прямо из этого отверстия. Вот этот рассол, он такой имеет немножко соленоватый вкус. Вот засаливают в этом рассоле. И они идут как семечки. Кроме меня их никто не ест у нас в семье. Всем противно. А мне нравится. Это на жару кукуруза, залитая сыром. Вот почему-то очень любят подавать корейцев в таких морских ресторанах. Вот именно такую кукурузу. Вот здесь, друзья, меню. Вот, если хотите, я вам немножко так покажу, кому интересно. Значит, идут вот такие вот четыре колонки. Видите? Одно блюдо. Вот это вот блюдо. И четыре колонки. Это вот идет маленькая порция. Это средняя. Это большая. И это такая самая великая, как бы. Еще больше. Большой. И вот по ценам тоже. Видите? 60 тысяч маленькая. 80, 100, 120. Это меню на двоих. Вот видите? Два человека на двоих. В среднем цены где-то... Двоим покушать где-то нужно около, наверное, 100 тысяч. И здесь тоже самое. Здесь три порции. Маленькая, средняя и большая. 60, 80, 100. 50, 70, 90. Здесь у них стоит вот такая вот... Как она называется? Пластиковая корзиночка. Там рюмочки. Соевый соус. Кто хочет, красный соус может есть. Там стаканчики, поварешки для супа. Соевый соус. Каждый наливается в мясо. Даня ест с красным. Так, немножко налет. Что утрет с ним тушит? Даня ест с красным. Это приправа называется кучу-чан. Развела. Пришел наш блинчик. Быстро-быстро обслуживают. Это все еще закуски, друзья. Это еще не основное блюдо. Они вначале подают закуски. Там спиртное кто хочет. Значит, здесь суп из водорослей. Он называется миоку. Иногда его готовят на говяжьем бульоне, но здесь, наверное, на каких-то морепродуктах. И вот обыкновенная, обыкновенная водоросля, морская капуста. А это идут яйца на пару сваренные. Как бы, знаете, на водяной бане. Очень вкусные. Они такие нежные получаются. Вот принесли рыбку жареную. Это тоже к закуске относится. Так, по чуть-чуть. И вот этот блин. Я как-то говорила, что приготовлю все никак не приготовлю. Сюда различные наполнители можно положить. Овощи, мясо кладут, морепродукты кладут. Вот видите, как он выглядит. Просто обыкновенная мука. И туда заливают, вернее, заполняют каким-нибудь овощами, морепродуктами. И делают, знаете, такая консистенция, как на оладьи. И жарят вот такой блин. Вот, друзья, я его вытащила немножко. Потяни, Даня, палочками. Вытяни. Червь. А, руками? Вот он, видите, получается какой. Вот такая козявка. И считается она такой закуской. Кто бы рискнул попробовать, напишите. Сестра моя, Ира, говорит, я бы попробовала. Ира, приезжай в гости. Угощу. Еще одну закусочку поднесли. Это вот. Как он называется, Даня? По-японски. Суши. Суши. А, вот, забыла. Вот они, суши. Суши вообще, вот, значит, кусочек риса, смазанный васаби и положенный кусочек сырой рыбы. Вот это и есть суши. Вот еще одна закусочка пришла. Это называется мульхэ. Значит, здесь что? Кусочки рыбы с сырой. Зелень. Вот капуста даже здесь есть. Белая капуста, красная капуста. И залито все горьким соусом. Кучтян. Это пока еще не основное тюрьме. Вот, друзья, видите, как выглядит запеченная кукуруза под сыром. Внизу получается еще какая-то, какой-то соус, по-моему, что-то типа майонеза. Может быть, у них другой есть соус такой сладковатый. Кукуруза, этот соус и сверху залито сыром. И вот запекается вот в такой форме. Еще я хотела вам рассказать по поводу вот этих ресторанов, рыбных морепродуктов. Они, как правило, сезонные. Ну, по крайней мере, вот, например, устрицы. Мы пришли сегодня покушать устрицы печеные. Они подаются только зимой. Даже вот в меню написано, что, в скобочках, что подают только зимой. Ну, вот у нас уже холодно. Уже, в принципе, декабрь, через несколько дней. И, скорее всего, уже, наверное, будут вкусные устрицы. Летом они вообще не продаются, потому что их не едят. Они пустые, невкусные. А вот в зимний период такие они жирные, полные. Ну, вот сейчас принесут, посмотрим, готовы устрицы или нет. Можно их заказывать или нет. Друзья, вот мы сейчас едим с Даней, да? И Даня говорит, и я тоже это чувствую. Мы уже наелись. Это невозможно. Чуть-чуть этого, немного этого, этого. Еще рыбу не ели. Вот этот блинчик очень вкусный. Кто не пробовал, если будете в Корее, попробуйте. Он не острый. Тесто такое нежное-нежное. И оно прожаренное. Аж похрустывает. Здесь у нас в данном случае морковь. Но я, как и сказала уже, что разные могут наполнить. Лук, морковь. По-моему, лук-порей. Кабачок. И, по-моему, все. Сейчас вот так переверну. Вот видите? Вот так вот с обратной стороны вы видите. Да? Буквально горстка овощей. Тесто замешивается и жарится. Как они орут. Попробовали вот этот суп. Мио-кук. Суп из морской капусты. Ну, ничего здесь нет, да? Ну, какой он вкусный, друзья? Чеснок просто. А, да. Чеснок вот плавает. Да, не знаю, на чем они его варят. В общем, здесь бульон, вода и морская капуста. Ну, как это вкусно. Тоже рекомендую. Кто приедет в Южную Корею, попробуйте. И считается очень полезным супом. Вот, друзья, как выглядит внутри. Вот этот соевый бог. Вот они, соевые бобы. Но это молоденькие, зелененькие. Для нас, видите, кажется, это очень странным. Вот такие закуски, да? У нас делают салаты, что-то такое вот существенное. А корейцы, это у них идет издревле, потому что кушать было нечего. Видимо, вот питались они вот даже вот таким. Или вот таким. Видите? И что очень ценно, они сохранили все свои традиции до современности, вот до наших дней. Вот это подается в каждом, буквально в каждом ресторане морепродуктов. Вот это тоже. Очень часто. Очень вкусный, такой, знаете, нежный вкус. Ну, такой непритязательный, просто вот на любителя. Ну, мне очень нравится. Вот, друзья, наконец-то принесли нам основное блюдо. Вот такая плитка. И вот они, устрицы. Вот огонь зажгли. Вот так вот, да? Сейчас принесет перчатки. Сейчас говорит, принесет. Даня, как я сказала, принесет перчатки. Ну, щипцы там, по-моему, есть. Вот они, устрицы. Я уже как-то говорила в прошлых видео, что в Южной Корее очень вкусные и самые дешевые, наверное, в мире устрицы. Я вот сравниваю, смотрю ролики там или видео, которые снимают где-то в Европе, да? Тоже популярные устрицы. Цены очень дорогие. Здесь у нас две. Дэ. Создали перчатки. Это для скорлупы, перчатки принесла. Так вот, значит, очень дешевые устрицы в Южной Корее, особенно в самый сезон. И они очень вкусные. Приезжайте, друзья, у кого есть возможность, объедайтесь. Вот она, друзья, устрица. Южно-корейская. Посмотрите, какая жирная. Как это вкусно? Я не знаю. Вот мама, например, она не за что в жизни не будет есть. Я и вот Данька и Дима с удовольствием. Они должны, знаете, вот здесь париться и приоткрываться. Вот где приоткрыто есть? Вот, 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 видите? Вот, вот она приоткрылась. Значит, ее можно доставать и есть. Вот она. Сырые тоже едят, но корейцы вот так вот парят. Или пекут на огне. Вот как вот здесь. На такой решетке на огне. Ну, нам нравятся вот такие пареные. Смотрите, друзья. Вот она. Вот такая субстанция. Ну, вид, конечно, страшная, неприятная. Ну, не надо, смотри, надо есть. Я макну сюда соевый соус. И... Очень вкусно. Вот так открываем. Перчатка, чтобы не обжигаться, они горячие. Тяжело? Там нужно найти вот этот край. Такой вот срез. Тебе так попало. Да? Ну, ничего. Вот эти еще. Все, друзья. Мы будем ужинать. Если что-то интересное будет, я еще сейчас покажу. Вот, друзья, для сравнения, что я знал, вот эта вот считается дохленькая. Видите, она какая-нибудь. Вроде бы такая же, но у нее тела вот этого вот пухлого нет. Раковина большая, а внутри маленькая. Ой, друзья, короче, не дают мне снимать. Орут у нас впереди и сзади сидят. Компания тут целая. Я сейчас опять взяла камеру, мне так интересно. Вот видите, основная крупная устрица. И вот сверху к ней прилипла вот такая маленькая детка. И вот она, видите? Вот она. Вот так вот они, видимо, клавали, так же их и поймали. Вот эти вот нарусты, тоже какие-то морские. А крупная устрица, она вот такая вот большая. Вот такие экземпляры попадаются. Очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова